А вот мы и появляемся в эфире, дорогие друзья. Студия СЛТВ приветствует вас. Мид Саммер, Лига, Вичи Гейминг, Потеншал, Тонг, Фу. Всё это на ваших экранах, всё это прямо сейчас. Самая лучшая кампания. Ну что же, мы продолжаем. Пауза была не такая уж и долгая между вот этой игрой, между второй и третьей. Поэтому будем надеяться, что всё у нас в таком ускоренном темпе пойдёт, ну, в плане пауз. И мы не будем с вами очень долго ждать очередных игр. Хотя там я смотрел, вроде бы, у нас, получается, сегодня играют группа А и группа Б. И там какой-то должен был, типа, перерыв на обед между, ну, грубо говоря, на обед между группой А и группой Б. Но, в общем, если он будет полчаса, это нормально. Если он будет, как по расписанию, до трёх часов дня, это, конечно, будет не очень хорошо. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что глобальных больших пауз не будет. На наших экранах третья игра на сегодняшний день. Две закончатся ожидаемо. Я больше не ставлю. Хватит. Букмекер во мне умер после игры ФД. Ну, а теперь Тунг-Фу Ван Джоу против Вичи Гейминг. Гирокоптер Дазл. Уже что-то более-менее знакомое. Без всяких экспериментов забирают тут же первым пиком мейнкерри. Вичи Гейминг, те, которые считаются фаворитами в данной катке, берут себе Клака и Шторм Спирита. Избавились же они от зомби, квапы, спиритбрейкера и шейкера. Тунг-Фу же забанили лишь Рака, Тускара, Баунти Хантера и аппарата. Бан аппарата понятен, потому что тут дазл есть, нужно, чтобы кто-то хилил. Еще и Виверна появляется. Огромное количество подсейвов. Я могу сказать то, что от команды Тунг-Фу Ван Джоу эта игра будет чересчур пассивной. В то время как Вичи Гейминг, наоборот, будут агрессировать. У них Лина, у них Шторм Спирит, у них Клок, который обязан врываться. А Туск ребята готовы сейвить гирокоптеры всеми возможными методами. Слушай, а если Хускара вот сейчас пикнуть и все, тогда перевернется? Да ничего не перевернется. Не пикнут они Хускара, зачем? Смотри, Дазл, Виверна, жесть. Просто Хускара будет всю команду разваливать. Будет бегать, гоняться за всеми, убивать. Не, не будет. Вот ты говорил, такой дефолтик пикует, а вдруг они, как из прошлой игры, или из позапрошлой, гирокоптера в мид отправят с дазлем? Или эти так не играют? Эти нормально. Как и должен быть, триплаз с гирокоптером? Я думаю, что они будут играть по дефолту. Окей, ну хорошо. Ну тогда, если по дефолту этот триплаз гирокоптером осталось, кого-то в мид добрать и там еще в оффлайн. Но, честно говоря, я бы взял еще Хускара. И такую бы какую-то агрессивную карту бы разыграл бы. Но долго думает сейчас. Я затрудняюсь прочесть. Мне хочется Укушу прочитать. Усук. Усук-сху как-то так. Сложно. Ну что-то... Ну, это даже не... Ну, типа, не знаю. Мне бы Хускар больше понравился. Ну, это Легионер Командер. All right. Ну, что вы скажете, Год Хант? Что Легион Командер? Какую он сюда принесет изюминку? Легион Командер. Опять же, хороший герой, но куда его здесь тыкают? Каких-то героев, которые моментально позволяют быстро выиграть дуэль? Нет. Нет ни Лины с Лагуны. Нет ни Леона, который палец может ткнуть. Нет Скаймага с Мистик Флеером и так далее, куда по точке можно наколотить. Зачем? Вопрос, зачем появляется Легионша? Мой вариант, это опять подсейв с помощью пресса-атак, который позволит вытаскивать герокоптера из беды. Но почему это именно Легион, а не Абадон, мне пока не ясно. Ну, подсейвов, да, хватает. Тут Дазл и Верна Легионер очень-очень много. Секера в ЭГП себе добирают. All right. Нет, осталось по одному бану у парней. Интересно. Все-таки, да. Вот Легионер, кстати, он может и на оффлейн пойти здесь. А может они агрессивную триплу поставят вообще, там, герокоптером Дазл и Верну сложную, там, против Секера и Лины. Легионер будет соло выфарлять. Ну, в общем, тут неплохой такой Тонгфун. Не то чтобы неплохой, но интересный у них пик в плане того, что там они лайоны могут свои поставить разнообразными способами. У ВГП все попроще, ну, потому что у них Клакверг есть, у них хотя бы понятно, кто на оффлейн идет. Вот, но дальше тоже там и Секер может в мид пойти, Шторм будет фармящим. И Лина теоретически может в мид пойти, ну, тогда, типа, саппорт Секер или Шторм, это плохая идея. Ну, в общем, скорее всего, все-таки Лина мид точно не пойдет, Зевса банят. Здесь Лина саппорт будет, скорее всего. Вот Секер пойдет фармить, Шторм Спирит станет мид. Клок на оффлейне и появится еще один саппорт какой-то. Да, еще один саппорт появится для Секера. Возможно, роумящий, возможно, нет. Посмотрим. Минус ССФ, минус Зевс. Ну, и ласт пик. Тонг-фу Ван Джоу. Должен появиться какой-то мидер, я так понимаю, сюда, конечно, не Легионшу отправят. Причем я сильно смеюсь. Хотя она может стоять мид с ботлом. За счет пресса атак можно очень долго выживать, стрелами накидывать и чувствовать себя больше неплохо. Ну, в теории может еще и оффлейнер появиться. Давай Хускара вообще. Вот это был бы огонь. Огонь карта просто. Бегайте, деритесь постоянно, убивайте друг друга. Не? Не хотят. Ну, тогда дефолтного пака берите. А, слушай, а если Скаймага, вот, по поводу, чтобы в дуэли быстро убивать, или сейчас Скаймаги в мид, ну, они тогда были особо неактуальны. Не, не пойдет в мид. Слишком уязвимый для Сикера, что Рансфирит в единичку хотя бы. Он темпларк появляется в мид. Значит, уже Легионш на оффлейн. Ну, темпларка может, типа, с Мелдатом как-то долбануть очень больно, теоретически. Посмотрим, посмотрим. Ну, у них-то дизейблов очень даже немало. То есть, Виверна выключает ультимейтом, Легионер ультимейтом выключает. Посмотрим, как это будет все выиграться. Если двоих одновременно как-то зацепить, плюс герокоптер калдаун, там, и темпларка якобы всех бьет еще и пробивает пассивкой там по двоим. Вот сталкер. Но тут как-то неплохо. Будут очень скоростные забеги. Как-то агрессивно, очень агрессивно от Вичи Гейминг. И я же говорю, у них игра будет выглядеть немного по-другому. Ребята из Тунгфу решили, мы дотянем до того, когда раз, рапирка два, рапирка Тунгка, Саяка, там, какой-нибудь, Чивованович, и мы будем разваливать. Но этого не будет. Они не дотянут до этого момента, если Вичи Гейминг хоть какую-то агрессию делают. Окей. Ну, в общем, план тогда понятен для обеих команд. Но планы, как всегда, имеют свойство идти крахом, нарушаться, портиться. Ну, на то она и дота. Бабока, интересный никнейм товарища, который на Виверне сейчас будет играть. Саяка, Бабока и Усук. Ну, Вичи Гейминг быстрее разобрали своих персонажей. Вы видите, Клакверк, нет, уже не видите, потому что, ну, естественно, пауза. Мы как раз воспользуемся ситуацией, поменяем худы. Рен Бу Джан Ле. Ну, видимо, ну, в общем, вы все поняли, что это означает, и мы тоже. Кто спрашивает, кто посмел сделать это? Кто Рен Ду Мен Бу Джи Ан? Красный, говорю. Это красный. А красного-то тут нет. Кто красный? Я за ним такой, точка. Такой. И вавока, китайский вавока. Китайский вавока. Или бабока. 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 Бабока, может? Может, Бабока. Блин, что разъяснил. Ну, да, да. Рассказал, что... Может, Бабока. Или Бобока. Ладно, суть. Опять повторяют это вот Ньи Джи Дао и Джу Хао. И Джу Хао. И Джу Хао. Ну, ладно. Ну, на самом деле, то же самое. Я думаю, китайцы говорят, когда смотрят какие-то русскоязычные стримы, и мы там тоже начинаем писать какие-то там свои аббревиатуры и так далее. Для них это тоже, я думаю, весьма забавно. Окей. Ждем мы, пока Тонг-Фу в полном составе залетят на эту карту, и тогда, возможно, пауза будет снята. Тут с нами поделились всяческими забавными худами. Парни, спасибо. Такие вот есть драконы, всякие вичи-гейминги и так далее, интернешналы. Спасибо, друзья, за то, что делитесь с нами, и мы имеем возможность что-нибудь красивенькое включить. Как-то, да, грустненько никто больше не общается, нечего обсудить. Ну, ладно, ну ладно, найдем сейчас, чем заняться. Минута молчания. Good luck. Честь павших. Честь павших в прошлой игре, да? Саппортов. Ну, это у меня была минута молчания после окончания эфира. Честь павших в этой игре. Ясно. Такой забавный постройка СФ, я не знаю, что она тут символизирует, но как будто бы он подтягивается, но турника у него нет. Ну, такой, в общем, забавный. Минута молчания затянулась немножко, бывает. Так, а вообще, кто, значит, ты говоришь, что вичи-гейминг фавориты считаются, да, у кмекеров? По-моему, да, если не ошибаюсь. По-моему, да, да, да. Тонг-фу-то вообще считается второй состав, не состав. Если бы это были основные Тонг-фу, может, что-то и получилось бы, но так как это не основные Тонг-фу. Ясно. Вот интересно, если бы они Тускара себе взяли, вичи-гейминг потеншал, у них у Тускара был бы Сигиль их команды? Или нет? Такой вот хитрый вопрос. Тадам-тадам. Ну что, давайте пока зайдем в Доту Реборн, пока у нас пауза, быстренько там какой-нибудь Тавер Дефенс скатаем или еще пару. А, вот и Красный, смотри, Красный появился. Красный появился, спалился, братан. Вот он ты. Ла-щи-наги. Ла-щи-наги. Что-то у Наги там. Ноги у Наги, говорит, выросли. Катастрофа мутировала. Кстати, ты уже Реборн обкатал какие-нибудь там карты интересные? Овертроу пару-тройку раз играл, и на этом все. Слушай, я советую, если у тебя будет свободное время, выпустили забавную карту. Ну, суть, там все играют на Миранах, и задача типа из точки А добраться в точку Б. Ну, там такая карта типа как гоночная трасса, и очень интересно сделано. Там Мираны, ну, то есть бегут, там рельеф, там лоу-граунд, хай-граунд, там иногда всякие какие-то крипы попадаются, типа там неуязвимые. То шейкеры фиссурами тебя останавливают, то стрелы там в твою сторону летят. Плюс еще там как-то есть такие типа кнопочки, ты мимо них пробегаешь, и у тебя появляется скилл в инвентаре, и ты можешь его там и заюзать, допустим, там. Или хасту, или там хекс, или что-то такое на своих противников, или на себя, соответственно, ускориться, типа быстрее добежать. Ну, очень крутая игра, это очень весело, там, особенно когда там 5 или 6 чуваков, и все друг друга дизейблят, там форстафят. Это, в общем, это дотаран называется. Но, тем не менее, в общем, паузу мы закрыли, друзья, с честью вышли из сложной ситуации, игра все-таки стартовала. Янг уже подошел, вардецки ткнул, ну, и разбегается потихоньку парни. Кстати, он даже 2 успел ткнуть, и вот такой вот еще сентрячок, как-то он там подписан, не знаю, B. B, сентряк B. Ух ты, какой сталкер мощный, это у него какие-то, видимо, суперапгрейды. Проапгрейдил свои крылья, теперь у него плюс 3 ЧВС. ВГП. ВГП подходят к рунке, к верхней рунке, к нижней же стянулись потихоньку Тонг-фу. 30 секунд до битвы, и... Ну, я думаю, заберут. Заберут без проблем, что Рам Спирит, он достанется, что у него там... Ну, Толексман купил, поэтому суперфастового ботла не будет. Втроем собрались, что, подраться решили? Ну, типа, а вдруг... С лошадиной головой тут легионерша бегает, проверяет, где кто, кто там в наших лесах. Ну, вот Догфайт в твоих лесах, и что, и ничего, побежала дальше, такая. И бровью не повела, типа, ну, такое, демон и демон, я таких на завтрак забираю. Ну, а Шторму-таки рунка досталась, а внизу Темпларочка тоже подконтролила ее. Ух ты, какая-то... Слушайте, что это у меня с руками-то? Какие-то пси-клинки прям третьего левела. Как у Зиалотов, знаете, из Старкрафта такие прям, ух, мощные. А, на пассивку прокачал, это от пассивки, наверное, такое у нее. Олрайт. Олрайт. Опять у нас какой-то дабл-дабл мид. Сразу же на шторма агрессия пошла. Ну, вот у них модно это. Угу. Модно ходить в дабл-мид. Так, я реконект, потому что у меня... Залагало? Киллогадром. Я понял. Ну, хорошо. В смысле, плохо, но я думаю, все будет отлично после перезагрузки. Тем временем дабл-мид по-прежнему сохраняется от ВГП. Еще и станом, кстати, попали по Усуку. Но сам же Усук теперь здесь один, потому что Виверна сместилась немножко в другое место. Она пошла помогать своему кэрри. Ну, а кэрри, естественно, Саяка, который на гирокоптере уже нафармил целых два крипа и одного задуная. Окей. Окей. Тем временем сложная линия. Легионер тоже на левеле потихоньку стоит. Вот уже второй у нее. Так, ну вот. Атака, возможно. Возможно. Атака, но успела ускориться с помощью стрел и снай бежит назад. То же самое сейчас попытаются как-то на Янга. Может быть, напасть, расстреливая. Вот гирокоптер хорошо пострелял, но уже Янг под таваром спрятался. Еще и тавар тут фокусит Саяку, поэтому слишком быть агрессивным не стоит. Чуть-чуть отойти. Чуть-чуть. Джедди какой-то, легионер. Джиеду. Джиеду. Джедикнайт. В общем, рыцарь джедай. Рыцарь джедай. Там парочка 6 на 3, шторм 5 на 2. Тоже все пока что неплохо. Ну, кстати, в отличие от прошлых игр, у нас еще ферст-блада не случилось. Там вот прям почти что до выхода крипов как-то цепляли. То фиссурой, то еще чем-то как-то отрезали. И все это заканчивалось весьма плохо для тех, кого цепляли. Здесь же более как-то у нас, ну, менее агрессивно, наверное, играет парни. Хотя, кстати, у шторма-то такие проблемы жесткие. Нужен им боттл, но, заметьте, еще 100 монет до боттла. И если там пларки какой-то супер хаста прокнет, но прокнула хаста виверня, кстати. И вот сейчас виверна будет обходить, я так думаю. Ну, логично зайти вот так вот спину на шторма, напасть. Или просто перелететь, ей же у нее полет. Вот этот вот первый скилл аркик бёрн. Должны, должны, должны сейчас они делать ферст-бат. У шторма мало-мало, нечего ему, в общем, себя защитить. А, она ждет курьера. Ну, это тоже, кстати, вариант. Лучше забрать курьера. То, что боттл и вот он курьер... В общем, курьер с батлом. Вот в чем проблема, успели, успели, успели отвезти курьера. И, соответственно, шторм спирит пойдет к нему навстречу, чтобы отпиться. Да, прилетает боттл, можно его пробузить. Курьера надо сейчас апнуть через 15 секунд, чтобы на него таких покушений больше не было. Что у нас по крипстатцам? 13-4 у сикера, топ-1. Хотел сказать, долго ждала виверна, просто закончилась хаста, как раз в неподходящий момент. То есть надо было, наверное, сразу на шторма вылетать. А не ждать, пока курьер подойдет. Ну, неважно. Решение было принято. По факту неверное. Не узнаем мы, как бы оно было, быть по-другому. Возможно, когда-нибудь в другой вселенной. Презатак, кстати, даже и в единичку не вкачано. У легионшек стрелы в двоечку, кураж также есть. И, соответственно, скинуть к себе какое-то слово и так далее он не сможет, если вдруг начнется заруба. Ну, его выбор, не знаю, правильно или нет. Тангус. Точнее, есть манку, есть щиток, есть топорик. Как-то то ли лину спалили, то ли что-то там вот обводит сейчас темпларочка, что, дескать, там где-то кого-то я заметил. Долго-долго думал, добивать, не добивать. Ну, это было смелдап, просто попробовать бить. Ну, хотелось руки, наверное, в итоге, по-моему, не достался там этот телега ему, ей, темпларке. И докфайт. Ну, вот еще буквально 2 секунды, 1 секунда и ночь началась. Так что теперь должен быть поопаснее над сталкером. Ну, и выходит, тут же выходит, не знаю, получится ли цепануть, пошел слоу. Есть также миссы, байтит на себя, а в это время подходит уже Элина, с таном даже не стала пытаться попадать. Быкует здесь легионши, на самом деле. Погалось добить крипов. Да, так по грани, по лезвию ходит, но пока что жива. Четвертый левел, ну, неплохо, неплохо. Кстати, давайте посмотрим, что у Клакверка. У Клакверка третий, на левел он отстает, но с другой стороны у него 4 крипа. А, он еще и по крипам отстает, у легионерши 12. Ну, ей, конечно, посподручнее немножко добивать, хотя у Клакверка есть, типа, ракета, которой якобы тоже можно что-то там добить. Но весьма сложнее это сделать. Вот, когда у Сикера 6 появится, можно будет легионершу тут и приговорить, как бы ультануть, и дальше просто бить-бить-бить-бить-бить-бить. Там еще и сталкеры, может быть, слины подойдут, помогут. Как-то это будет гораздо круче. Ну, еще целый левел нужен Сикеру. Сикер, я так понимаю, идет в Мидасик. Ну, да. Может быть, и ПТ сейчас купит? 480 на руках. На ПТ, в принципе, хватает. Хотя бы ПТ купил бы. Поэтому я почему-то думаю, что будет фармить до Мидаса. Ну, модно сейчас Сикеры с Мидасом. Так, Клакверкушка, что там? Честно, вот я не очень люблю Си... Ну, не то, что не очень люблю, но мне кажется, Сикер вот в лейте гораздо менее полезный керри, чем, ну, не знаю, Лансер или Герокоптер как-то вот. Как персонаж для Мидаса. Так, это понятное дело. Просто Сикер чуть быстрее набирает все это, и он ранее, скажем так, может реализовываться в файтах за счет ультимейта крутого. То, что если хоть какой-то бонус по ХПО не есть, он в файте много всего делает. Носится быстро, бьет больно и так далее. Лансера мы видели. То есть, вот он собрал барабанщики и так далее. Иллюзии его ископеляются обычно с одного кого-то раскаста, и все. А сам он ульзы не особо приносит. Это да. Да, сегодня у нас был печальный опыт с Лансером, но, возможно, к концу дня как-то Лансеры поднаберут и будут показывать нам более что-то интересное и захватывающее. Вот тут потихоньку постреливает, скажем так, Легенер Командер. Пытается, пытается крипов как-то добивать. Может быть, кстати, сейчас будет пятый левел. Но, как бы, пятый это не шестой. Все-таки ультимейта нет. Сталкер занял позицию в лесу. Кстати, у них есть вардеский агрессивный. Вот этот вот самый, который видит здесь перемещение, если бы кто-то перемещался. Потому что пока все на линии стоят, там никто не бегает. Ну, как-то сверх спокойно играет. Я, честно говоря, начинаю переживать. Что-то не так пошло. Да, седьмая минута, нет даже Фёрд Влада у нас. Сикер шестой уровень получил. Соответственно, скоро, я думаю, будем ждать какого-то выхода под ультимейт. Крипов он забирает очень много. Забирает сейчас и Сатира большого, и Мидас вот-вот появится. И загоняет там Клакверка с двух сторон. Нападает, Ядика есть. На докоге ставить, но это не спасет. Все-таки нет. Спасает, отталкивает Саяку. Но Фёрд Влад так и достается Тонг-фу. Есть ТП. Ай-яй, там еще под тавером-то Саяка-то стоит. Ай, как плохо. А Шелу Грефер на него, Лина задула, все еще живой. Гирокоптеры, Гирокоптеры уходят благодаря Шелу Греферу. Или нет, или нет, подсейвили, подхиляли. Хорошо. Но ведь небольшую ошибку допустила Бобока, потому что прям по таверам Колны Брейс бросил на Гирокоптера. Нет, не отпускает его Дэкфайль. Пошли дальше наглеть. Пошли дальше наглеть, по Верне закидывают. Есть ультимейт Сикера, сбить нечем. Там есть подсейв ТП. Затыкает Северна, будет ли тычка. Есть тычка на Римнан, больше мана нет Сикер. Ну вот о чем я говорил. Много редовых персонажей. Штормфелит, кстати, мог бы там и погибнуть. Но крипы своевременно оказались близко. Сикер сейчас очень быстро выхилится. Это минус 3 в исполнении Вичи Гейминг. Сикер 1200 на руках. И ПТ, кстати, купился. Не стал покупать Мидос. Посмотри, купил перед файтом ПТ и ТП. Ну и 1200 на руках, скорее всего, Шадоу Блейд будет. Может быть. Странно, сейчас в Тунгфу сыграли. Получилось так, что Дазл делал ТП на фонтан, а Легионер летел в сражение. В итоге Дазл улетел, Легионер прилетел. Ничего не сделал, стрелы дал, погиб. В общем, полет Легионера был непонятен. Зачем ты сюда летел, что ты там сделать хотел. Тем более Дазл не... Ну, в общем, плохо. Плохо сейчас в Тунгфу сыграли. Началось все с ошибки по таврам, когда Колды Брейс бросала Виверна на Герокоптера. Ну, собственно, под этим самым тавром он там стоял. Какое-то время не мог двигаться. Соответственно, с ТП шлись персонажи. Ну, а дальше вы видели, что произошло. Ну, а тут Темпларочка пока фармит. Причем фармит на... Ну, не знаю, на Даггер, наверное. Есть у нее Аквила под ТП. Проблема вот с Сикером. Сикер, ты смотри, уже седьмого. У него все великолепно. 61 крип добит. Одинаковый Нетвор с Темпларкой. Сейчас Темпларку, кстати, возможно, будут даже цеплять. Подходит Найтсталкер. Шторм нырять не стал. Добивает крипов пока. А Сикер был рядом. И ультимейт у него уже откатился. Ну, вот ждали мы этого Ферст Бада. Потом как разрядилась команда. Знаете, как дождь собирается. Собирается, а потом как долбанет летний ливень. Вот то же самое тут произошло. Сгущались-сгущались тучи. И, собственно, разрядилось это все. Вот такой вот файт один в три. Ну, а что-то теперь дальше опять будем фармить. Ждать пока новый, как бы, гром нагрянет. Или что-то еще будет интересно. Но Сикеру на самом деле выгодно тут пофармить. Действительно, что, кстати, к нему летит? Рецепт на Медас к нему летит. Окей. Ага, все-таки решил играть через Медас. Понятно. Ну, файт способствовал тому, что получилось и подфармить, и при этом не выпасть никак. Из-за боя. Из-за этой гони, из-за погони за Медасом. Дофармливает он сейчас эти 500 монет. Да, так спид будет хороший. Единственное, что 850 хп немного, но у него много армора, опять же. Добивает крипочков. Да, есть Медас. Лина получила, наверное, 6-й уровень уже. Не-не-не, вот сейчас 1-2 крипа и получит. Появится Лагуна. Кого-то Дазла может быть выключать просто в секунду. Войт от Night Stalker и Лагуну. Все. Он заканчивается. Падает вышка в Меде, не смог задумать ее Шторм Спирит на топе. Агрессия на Тавр от Секера и Клока. Должно быть, Секера и Клока. Они пытаются в размен выйти, потому что там параллельно Герокоптер тоже с Дазлом пытается Тавр забрать. Но защищались и одни, и вторые. Хотя вот там крипы подходят. Так, Герокоптер расстрелял. Есть ночь у Night Stalker, есть хукшот, запрыгнули. Пошел Сниланс. На колный Брэйс спасает. Герокоптер прилетел, там еще и стрелял в полете. Вот так вот. Ну все назад просто отступают. Такой. И ТПшится, и стреляет. Просто супер Герокоптер. Слушай, а Тэмпларка... Шторма там не хватает. А Тэмпларка вообще ничего не делает. Просто фармит. Она пытается собрать, наверное, быстрый дезолятор. И пытаться выключать через минус армор. Там все-таки Дазл есть с Вивом и так далее. Поэтому можно как-то, если файт затяжной очень будет, он с плюхи забирает героев. Получится или нет, узнаем позже. А пока опять агрессия на вышку началась. А это искусственная ночь. Шоу Войт. Опять сейф ТП. Отменяют ТП. Ну и отменили. Ну окей. Ну что ж, тогда два Митрилхаммера уже почти что есть у Тэмпларки. Ну почти, там еще не хватает, конечно, монеток. В общем, скоро тогда этот дезолятор появится. Можно будет, слушай, действительно, с Дезолем, если легионер там вовремя зацепит как-то ультимейтом, можно попробовать ударить с Молда быстренько, как-то много демеджа внести. Ну и в итоге продавили линию Тунг-фу вперед, но тут у Тавара слишком много хп. 1300, тут однозначно будут его защищать. Сикер набрасывает на себя первый скилл. Блудрайт еще никуда не приспособил. Но там подходят, подходят, смотрите, в Смаке и Клакверк, и Лина. У Клакверка, причем есть фукшот. Соответственно, можно сейчас кого-то просветить ракеткой, или похоже, или нет, или что. Ну, там, Дазл разрушил вышку, вот это да. Ну, там Бларки ничего не сделают, потому что, наверное, даже... А, нет, См3 есть, См3 есть. Вижен какой-то будет. Тут неплохо. А сама Тунг-фу в Инвизи, вот что, интересно. Можно взрывать трапы, можно замедлять. Но замедляя Лину, смол, да, что-то делай, давай. Ударил, ловлю, вот это тычка! Вау! Забрала сразу же Лину. Но Коги поставили, теперь она дерется просто с Янгом. Калдаун там сверху, киркоптер, штору прилетает. Подцепил он, но поздно уже. А, не может подцепить, у него нет. Нет, есть вортекс, но он никого не цеплял. Саленс получает легендер-командер, отступает все назад. Темптарка в колн-де-брейсе, вот это хорошо все-таки сработало. Виверна, и все живы, все здоровы. Дазл еще и подхилял там дополнительно. Слушай, ну я говорил про шторм, у нас тут как-то бабахнуло все. У вас там тоже, да, ливень сейчас такой пошел? Да, тоже есть немного. Немножко. Немножко. Давайте быстро графики туда посмотрим. Но вот после этого файта они вестимо поднялись вверх. 2000 преимущества у Тонг-Фу сейчас по нафармленным деньгам. Ну, по XP около 1000. 18890 на 17740. 3-3. Ага. И вот после файта дезолятор у темпарочки... Ну, то, что я говорю. Сейчас плюхи очень болезненные будут залетать. Ты видел то, что Лина практически склеилась с одной плюхи. 682 хп у нее. То есть выстрел с молда, с дезолятором и еще одна тычка. Это практически стопроцентная смерть. На топе в это время агрессируют вышку. Четвертый на руках у гирокоптера. Не знаю, будет ли он добирать барабан или оставит брейсер просто так. Приходится сюда клок задефать. Ну, вот как-то инициирующие составляющие очень хорошие у ВГП, но они ее не реализуют никак. У них есть Шторм, который может влететь. У них есть Найт Сталкер очень шустрый. У них есть Сикер очень шустрый после того, как влетел Шторм и Найт Сталкер. Но они этого не делают. А также клок. Да, ну вот он клокверк просветил. Дазла, видимо, еще сюда дадут или нет. Там еще есть гирокоптер. Гирокоптер получает войд. На гирокоптера вся атака. Есть под сейв. И дальше то, что Шторм летает. Шторм вытягивает к себе Дазла. Тем временем Лагуна полетела в Легионера. Ну, тут пришла Топларка. Раз, стычка. Саленс. Ну, можно с удара там почти нет. Она промахнулась, видимо. Мисс был. Саленс будет уходить. Ну, в итоге 3 в 1. Ну, тут была ошибка, потому что вот два героя было в этом месте. Гирокоптер с Дазлем. А остальные заходили отсюда. То есть разделена была команда. И не получилось как бы подраться таким одним фронтом, что ли. Кулака не было, который бы демидж наносил. Ну, посмотрите. 1300 монет заработали противники. Ну, Топларка, конечно, внесла чудовищное количество урона. Два раза прожала атаку. 1300 деммажа уже. Ну, это еще только разгон пока. Потому что скоро у него появится дайгер, с которым она на дистанцию. Будет моментально до таргета сокращать. Может быть, даже пойдет сразу в Блокинг Бар. Кстати, играет через ПТ. То есть наличие ХП лишнего. Мешает или атака спида. Не даст атаку демиджа, убрала за счет дезолятора. Поизвестись. Не заехали. Все как вышка быстро падает. Да. И вот они 2000 на руках снова. Ну, тут все быстро падает. И крипы, и вышки, и анчанты. Она сейчас может в боковую лавку сходить за Блинк Даггерам. И на ТП прилететь куда-то подраться. Нет, она летит на ТП просто фармить. Но она может в том боковом Таваре купить. Не Таваре, а в боковом магазине купить. Но не покупает пока что. То есть, что? То есть, БКБ или покупает? Покупает, покупает. А ТП купить? А я ошиблась. А нет денег просто на ТП. Ладно. Шторма замедлила. И вот так, слушайте. Ну так Шторма... Ох, 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 как он прыгнул! Красавчик просто усук. Вот это да. Удивил, что Шторма. Конечно, не убил. Но Шторм немножко поперхнулся. Такой резвый. Шторму приходится отъедаться. Тратить весь ботул и так далее. Ну и вот, собственно. Не хотите драться со мной. Тогда я пойду убить Рошана. Ну, он упадет очень быстро, минус 11 армора, гирокоптер рядом, шопроиз атак, там пларка наваливает, там такие плюхи залетают, и с молда, и без молда. Слушай, а ну ты полностью предсказал, говорю, полностью предсказал билд Сикера, и Мидас, и Шэдоу Блэйд, все, что, все по твоему гайду просто. Так это дефолт, ну, то есть, он ничего не придумывать не стал, он собрался в стандарт, но вот что ему делать с этой 1000 хп, пока не ясно, что здоровья очень мало. Идут агрессировать мидл, а теперь я понимаю, кто здесь будет выигрывать дуэли, здесь есть тумзарка, которая подметает даггера и наносит демиджи больше, чем мистик флеер, или какая-то лагуна, или еще что-то, он просто делает плюху с молда, и на этом все заканчивается. Дуэль заканчивается, да. Так, и есть, занял хорошую позицию Янг, но нашли его с помощью вива, вот тебе, пожалуйста, мэлт, пол хп, заметил, ай, коги-то, но коги с темпларкой не самая лучшая идея, поэтому, хотя там внизу Сайленс получает дазл, но нет, 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 драться уже, по сути, не могут вичи гейминге. Они пойдут забирать т2, они не будут отсюда уходить ни на шаг, то есть, они сейчас заберут т2 здесь, потом сместятся на ботом, заберут т2 на ботом и докупят необходимые артефакты. У темпларки это будет Блэк Кинг Бар, там, я не знаю, че, гейп может собирает, и гира тоже собирает Блэк Кинг Бар просто на выживаемость. Нашли в это время Легиона, пресс за атак на себя, стрелы, ну, один решил погулять, закончилось, это плохо. Причем, самое удивительное, он заходил с хай-граунда на лоу-граунда, спускался, а тут два пацана стояли, он их видел, но почему-то продолжал туда идти, при том, что даггер у него был. О, тавр разберили практически. А, может, он просто отвлекал внимание, действительно, чтоб тавр там пока забирали. Ну, такая жертва... Такое, да. Такое. Ладно, жертва принята, деньги заработали, ВГП, 7 фрагов теперь у них уже есть, но зато у них нет безумной темпларки, которая, собственно, с молда очень много стартового урона вносит, особенно в какую-нибудь Лину, которую она наверняка может уже, наверное... Ну, сейчас, наверное, не убьет с одного удара, но два удара, и там Лина готова. Так, так, легенер подходит пока что, командир легиона, есть там даггер у нее, и, соответственно, можно неплохо так запрыгнуть в кого-то, ну, кто там будет подставляться. Пока никто не подставляется, верно, абсолютно решение. Очень-очень там все больно. Слушай, ну вот мне однозначно, я не знаю, нравятся эти вот тут импларки крылья, я не знаю, как это назвать, эти пси-эффекты. Это блейды, пси-блейды. Пси-блейды. Так, геракоптеры нашли, ай, хорошо, ай, Рубтуру повесили, Шторм прилетел, и Саяка, да Саяка, Саянара, Саяка. Тавр тоже забрали, кстати. Ну, по одному умирают только. Вот если бы играли до Ту-5 дальше, я думаю, ни одного фрага бы не получилось сделать ребят из Вичи Гейминг Потеншал, разве что в кого-то Лагуну Костануть и сделать Бобо. А так получается, получается то, что темпларка может убить любой таргет, но темпларка при этом не подставляется под толпу народу. А всякие геракоптеры, которые еще без блокинг-баров и без особых эскейпов и так далее, они подставляются вместе с легионшами и тем самым подкармливают немного. Ну, это их дело. Да, идут на корм. Это действительно не дело, но вот, к сожалению, ну, на самом деле, что, можно сказать, что Аегис реализовали? То есть драк не был, зато вышки поспиливали. В принципе, мне кажется, что можно сказать, что Аегис реализован, тем более еще 2 минуты, ну, полторы где-то примерно есть, можно попробовать все-таки еще драку навязать. Там, рунка у темпларки, но, наверное, нет, драк не будет, скорее всего, темпларка будет ждать БКБ, потому что с БКБ она очень будет жесткая, а БКБ там пробивать, по сути, ну, руптурой разве что. Возможно, драка будет до потери Аегиса, то есть Аегис неплохо было бы реализовать. Ну да, так-то да. Ну тогда идите драться, что ж. Мы-то готовы смотреть на эти драки, мы-то, как бы, за этим-то и пришли сюда. Ну, немножко по-другому считает темплар-ассасин. В принципе, говорит, что надо БКБ, а потом, ребятушки, будем мы уже и драться. Клакверк скаутит, конечно, ракетами, да, он там ведет противника, знаете. Что они там идут поверху. Ну, вот они идут туда, где еще что-то стоит. И вот стоит здесь такой замечательный фуловый, причем Т2-ТВ-рок. Можно попробовать как-то через, вот, убить крипов, поржать смог и через низ зайти, тем более ночь имеется. Может, что-то это решит, но я просто переживаю, что там... Они лучше Т1 заберут. Им реально сейчас нужнее Т1. По-от снова появляется. Шторм спирита, правда, Т2 падает очень быстро. Опять же, минус армор работает и так далее. Здесь есть еще какую-то кирасу кто-то умудрится собрать. Что будет происходить в файте, страшно смотреть. Ну, кстати, Тэмпларка могла бы потом выйти в кирасу после БКБ. У нее с фармом-то все довольно неплохо. Ну, и заходят на кайграун. Заходят на Т3. Ага. Это правильное решение. Пошел ВИВ. Заканчивается прямо сейчас Айегис. Тларка тут же... Оп, Хукшот, хорошо. Если Хукшот, то это ошибочка. Да. Но ультанули в легионера. А достать-то его нельзя, потому что Коги стоят. Ай, неприятно. Ну вот теперь достали. Чем побегало? Можно вопрос? Проверил, работает или нет. Так, все, в Саяку летит. Но Тенпарка на подсейве. БКБ не прилетело еще, потому что только Курьер за ним отправился. На самом деле сам себя у Грубева легионша. Она, судя по всему, подумала, что Преза так снимает ультимейт Бладсикера. А оказалось, нет. На ультимейт и такая штука не работает. Ну, Преза так просто сильный диспелл. Напомню, друзья, если что, вдруг вы забыли. А сильные диспеллы способны даже снимать оглушение. Как у Абадона, например, Щеточек. Но вот все-таки Руптура сильнее, чем сильный диспелл. И на этом только что смог убедиться легионер Командер. В этом смог убедиться легионер Командер. Окей, окей, вот он легионер Командер. Можно прыгать. Хорошо, где дуэль? Вот он прописал дуэль. Где там планочки? Планочки нет. Просто тут одна колдаун, просто сверху залетает. Дуэль будет не выиграна, но Джеймс погибнет. Или не погибнет, а погибнет. Погибнет. Ну, окей. Тенпарка на хосте запрыгивает. Ну, Шторм худший таргет, который я уже придумал. Хотя, раз, два, три. Одного удара не хватило. А, ну, тычки не хватило. Ну, какую-то критулечку, может быть, ей собрать тоже. А что выгоднее? Скажи, Кирасу или Дайдаус сейчас будет собрать? Смотря, тут опять все очень шатко. Кираса, затяжной файт под Вивом, дает нереальный бонус, плюс атак спит. Дайдаус, проходит крит с милда, понятное дело, что выгоден Дайдаус. Кираса работает всегда и дает бонус твоим тиммейтам, Дайдаус работает только на тебя. Поэтому очень все шатко. Если вот такие таргеты врываться в штормат, понятное дело, выгоднее Дайдаус. Запрыгнул Шторм, подцепить его нечем, там дуэль, минус Янг, погибает Клок. Ой-ой-ой, Колба, Докфайтс тоже в таверну. Под Блэкинг Бар летает, еще и подсейвили. Шоу ультимейт. Есть два боя Бека, но отступили уже, хотя... Или что, как-то зацепили сейчас темпларочку, она просто стоит в милде. Вот он такой милд, хорошо, Шторм залетел. Забирают сейчас легенер команды, он погибает. Коги хорошие поставили, тоже Саяка, Саяка до конца тут сражается. Расстрелят, он как-то таки погибает. БКБ у темпларочки очень, конечно, плохо. Но тут есть дазл, который может ее подсейвить. Шелу Грейв бросает на темпларку. На себя, точнее, бросает. Тепаута сюда идет темпларку, одно стреляет, как же так? А она тоже уходит с блинка, что ли? Да, но Шторм за ней, все за ней. Просветка, и надо драться. Оттащили на Коги. Нормально еще и подралась, но погибла, конечно. По итогам... Да, там два байбека было от Клока и от Найт Сталкера. В итоге мало что выиграли. Да, заработали 3000 опыта, порядка 300 золота. Это дает время, чтобы забрать какие-то Т1. Тоже большой бонус, конечно. Но темпларка сейчас немного попустится, наверное. Драка на хайграунд слишком рано. Но зато байбеков сейчас нет, может быть, со второй попытки. Кстати, в драке была забавная история, когда Шторм таки залетел сюда, инициировал в стрейк. Но прямо в этот же момент, когда Шторм залетал, позже, напали на герокоптер. Ну, это, конечно, ошибка БКБ, а ТП-то нельзя сделать. И просто расстреливая, там подлетел Шторм, ну, втроем, вчетвером, конечно, коллективный отбор меча. Забрали герокоптеры, как-то нелепо получилось. Так вот, Шторм в этом случае залетал вот сюда, и в этот же момент прыгала темпларка и легионер на хайграунд, и дуэль прописывали. Интересно получилось. И там они забрали персонажа. Ну, в общем, 9-14 фраги по-прежнему в ЭГП клепают с помощью всего, чего только могут. Соло как бы нагибают, или байбеки используют. Но давайте посмотрим на графики. И на графиках это все отразилось в том, что в нулях все, но по экспе вышли вперед на 5000 в лвлах. Это выражается в том, что у саппорта в Тонг-Фу только лишь 9-е лвла, а у противника уже у всех 11-е. Такая история. Это бонус. Это бонус в масс-файтах очень хороший. Дастл бы не помешал второму уровню ультимейта, так как я говорил, собрал глимерс. Отдачу собирает легион, не самый страшный артефакт. Ну, сикер быстро лайфстилится, если таргет добивает легионша 1300 хп. Да, какой-то дэмэдж нанесет. Сейчас будет выход на очередного Рошана. Без смока, кстати, идут. Покупает гем Найт Сталкер, с помощью которого сейчас пытается лишить вижена полностью оппонента. Ну и Рошана пойдет очень быстро. Ну, они вот прям в наглую действительно заходят. Может быть, они хотят выманить противника, и сказать, давайте, что, слабо подраться? Ну, пинги идут. Да они не успеют противник сместиться. Слишком быстро падают. Да уж. Ну, вот теперь с Аегисом, наверное, пытаются зайти. Правда, сначала нужно отпушить все лейны. Что ботом, что топ, что миддл уже на стороне команды Тонг-Фу Ван Джоу. Ну, поэтому надо это как-то назад вернуть. Ну, если что, по байбекам у Клакверка нет, и у Сталкера нет. Остальным, возможно, там где-то докапает, если у кого-то немец. Кстати, на первое место сейчас впервые вышел, я так понимаю, Сикер по фарму. Ну, хотя, как бы... Ну, миддос, миддос дает о себе знать. Да и плюс он не умирает. У него 6.04, у него хорошая статистика. Его главное засейвить, потому что за него еще и стрик дадут неплохой. Если он достанется какой-то темпларке, быть беде. Ну, надо придумать, потому что достаточно сильные сейчас Тонг-Фу. Или они потратят Аегис для того, чтобы пофармила темпларочка. Сейчас неудачный Блинк в исполнении Усука и Кристаллис все-таки. 500 пинг пишет Шторм Спирит, покидает игру. Окей, ну да, на 516 мс. Это миллисекунд или мув спид? Нет, 500 пинг. 500 пинг, окей. Хорошо, точнее, плохо, да. Плохо, когда большой пинг. А где пинг более критичен? В доте, например, или в каком-нибудь контрстрайке? Или там в контрстрайке вообще, если пинг больше 10? Тоже, опять, все ситуативно. Понятно, что в контрстрайке это всегда влияет на любой перестрелке. В доте же фармить ты еще более-менее можешь. Мчительса или крипов с нормальным пингом, там, 200+. А вот если вдруг какой-то файт, где надо нажать БКБ, ты такой нажал, а ничего не происходит, тебя уже убили. Ясный красный, что... Я думаю, что в любых играх, где все зависит на миллисекунды, ну, если не на миллисекунды, то на доли секунды как минимум, пинг играет большую роль. Если что-то нажать не успел, ты проиграл. Если бы это пошаговая какая-то стратегия была, то, в принципе, дело, все было бы проще. Слушай, а вот интересно бы посмотреть на вариацию доты пошаговую какую-нибудь. Ну, может быть, мододелы выпустят что-нибудь такое. Пошаговая дота, это бы смотрелось. Карточные доты? Ну, что-то такое, может быть, карточная, да. Ну, карточная это как в смысле Hearthstone, или пошаговая как герой, или как герой еще, как вариант. Ну, понимаем, там, типа, один ходит, потом второй там вот. Ну, играл же ты в героев, да, в Меча и Магии? Heroes of Might and Magic. Был дело. Ну, вот, что-то такое тоже было бы интересно посмотреть, как бы оно игралось. В общем, пауза завершена, искусство намного лучше продолжается, ракеты тоже летают. Темпларка дэмэдж собирает. Да, можно и, опять же, что случилось, Nighttalker, теперь ставит паузу. Можно Аквилу, я думаю, на Кристаллис поменять. Все-таки Кристаллис поболее бустит. Ну, Курьер. А, Курьер летит назад. Он чей-то стик несет, Дидиэра, стик Дидиэра. В смоке. Ну, окей, окей. Вижна, правда, нет в чужом лесу, но, может быть, им Вижену не нужно. Они знают, что противники там где-то около своего хайграунда тусят. Мы туда, типа, и придем. Линия, правда, пуш на поботы, вот что плохо. Ага, Глимер бросают на Легионера. Хорошо. И, причем, бросили, да, грамотно перед тем, как он заходил на хайграунд. То есть они заходили снизу, а вдруг бы тут кто-то стоял, смог бы, спал. Но он не спал. Так, и вот-вот он, Лина, Лина. И пропал Смоук, бабок, я должен понимать, пингует. Пропал Смоук, знает, что там кто-то есть. Полетел, полетел. Верна взлетает. Но как ты не нашел ее, как? Как ты не нашел? Вот это повезло. Буквально там чуть-чуть не хватило Вижена. Причем же Флайн Вижен у Верны, когда она взлетает, но что-то не долетело. Ну, бывает, бывает. Удача подвела. Другой вопрос, что там Лина как бы стояла, делала. Неужто надеялась кого-то поднайти? Возможно, как раз стояла на такой Смоук. А, типа, чтобы... Чтобы спалить его. Темпларка как-то действует. Смотри, она сейчас приманила к себе Курьера, чтобы отдать ему Аквилу. И он полетит на фонтан, и потом принесет Кристаллиц. Почему не взять Кристаллиц? Аквилку может было и слить, на самом деле. Не, я к тому, что почему не взять Кристаллиц, чтобы с Кристаллицом прилетел Курьер. Такое. Дабл дэмэг, кстати, у нашей подружки. Хохотушки. Да, у подружки, кстати, дэмэдж бешеный. Там фортификацию потратили сейчас. Что вообще? Темпларк заходит очередной раз, пытается уйти. Пошел Сайленс, произойдет атака тут же. И все нормально. Половина дабл дэмэджа еще есть. Это да. Так, ну, окей, надо врываться. Есть хохот, ворвались. Надо нажимать Блэкинг Барн, там пока Егис, поэтому не хотят. Очень много времени выиграют за счет того, что Темпларка сейчас отстояла в колбе. Ну и Янг уходит оттуда, еле же. Шторм Спирит погибает, быстро встанет за счет того, что у него Бладстоун. Темпларку сейчас выхиливают моментально. Пошел Даззл, сейчас будет еще произойти атак, я уверен. Он в гущу залетел Шторм, но там был ультимейт у Легионера. Он просто дуэль прописал Шторму, и сложно было там что-то сделать. Но, конечно, Кристаллик. Оба могла быть. Оп, Шторм улетел, прилетел. Темпларка тоже тут как бы показала хвостик. Мне кажется, сейчас отойдут. Отойдут Тонг-фу, понимают, что это слишком медленный снос хайграунда. Так можно и где-то подставиться. Проще набрать ту критическую массу. Хотя хотят реализовать Айгис. Не знаю, правда, есть ли у них точные тайминги на его исчезновение, но... Есть ультимейты Виверна еще, и у Герокоптера. Может быть, ну, уже перезарядился. Может быть, это как-то... И БКБ-ки там будут скоро... Ой-ой-ой, пошла куда она пошла? Мне просто вперед запрыгнуло. Нет, нет, она заодно-заодно отпрыгивает. Боится станов, боится прочей гадости. Ну ладно, ну все ультимейты готовы. У всех вообще, у десяти персонажей. То есть, если драка будет, то очень жестко. Ну и БКБ-то тоже готовы. У Герокоптера готовы БКБ. У Темпларки готовы БКБ. Если хотят заходить, вот самое время с этими крипами. Потому что это уже четвертая, кажется, волна. То есть, две минуты здесь провели. Тридцать минут прошло. Так, есть лудрайд. Ну быстро крипы погибают. Окей, вырывается шторм. Борис, атак пошел, пошел стан. Аигис все еще есть. Климерскейп, дотыкали вышку. И может быть стоит сойти на хайграунд или нет. Ну, как бы основную задачу выполнили. Это да. Ух, напряженная ситуация. Тридцать минут не назовешь. Да, да, да. Сада, замка. И вот вард тыкнули на хайграунд. Теперь есть вижн. Еще и там трапы стоят. Так. Вот теперь прыгает вперед. Хорошо, есть Кокшот. БКБ пророжал Герокоптер. Калдаун залетает по одному. Пока что там дерется. Клакверк, Блэдмейл тоже прожимает. На себя Грейв вешает значение на Виверну. Виверна все еще жива. Утанули там Блодсикер. Блодсикер просто будет бегать очень быстро. Блодсикер. Бабока выживает, потому что хилялся. Но сейчас погибает. Два в три пока что размен. Но Герокоптер там просто за штормом. Шторм тэп аут. Но и что? И сделает ли? Нет, я не сделал. Вот темпларку потеряли. Да, темпларку потеряли. Ой, крип под Вивом плюху сделал. Крипи маги не прощают. Бежал, бежал, сикер. Что, появится только Шторм Спирит? Ну, я думаю, не станет рисковать. Да, Герокоптер понимает, что может и хватить этого Шторм Спирита, чтобы его разобрать. Темпларка умерла. Вот не было этого тайминга на Егист. Прожал он Блэкинг Бар. Думал, что сможет вытерпеть. Нет. Ух ты, и скади появляется у сикера после сражения. Но там и Герокоптер-то прибарахлился. У него 4000 было после файта. Он сразу же в МКБ сейчас может выйти. Еще 500 монет будет и все окей. Да, с темпларкой незадача вышла. Может быть, как-то более агрессивными надо было быть в Тунг-Фу, чтобы вот залететь там в парочку персонажей, дуэль прописать. Верно, чтобы там кого-то ультануло. Ну, что-то вот долго думали. В итоге. Но зато, да, зато, смотрите, появляется Супер Медаль, Глимер Кейп. Неплохие артефакты, да, ХП мало. Но если там будут как-то вперед врываться, то что-то-то и получится. Вот опять ВГП, видите, вот в отличие от прошлых команд, да, вот в защите, когда вот мы сейчас наблюдаем, как ВГП играет в защите. Так вот в защите, а они не ждут очень долго, они сами пытаются врываться. То есть только Кверк, там то Шторм подлетит, залетит. То есть это... Ну, такое, я тебе скажу. Отдать Т3 просто так, как бы без файта, когда его заковыряли с нуля. Как раз они выжидали момента, когда закончится Аегис. Поэтому они не собирались инициировать раньше, они инициировали под тайминг. Не, ну они же там потом тоже изначально дрались, помнишь, когда Шторма убили? Ну, Шторм это пацан, который залетает на Фулману и назад, наносит какой-то дэмэдж и отходит. Хотя в данной ситуации это вообще бессмысленно, потому что там Дазл, Виверна и Преззоатак. Это скорее риск подставиться больше, чем... Да и да, у вас появляются вот Эмбларки. И Смог. Смог по центру, Шторм там что-то пока летает, Смог пока не развеет. Нет, все-таки ультанули в Герокоптер, Герокоптер БКБ, ТП-аут или нет? Или нет, он будет драться, колдаун удал, он не попал ни по кого? Все, все, все. Да не двигайся же, есть хукшот в Дазла. И тут же две тычки. Запрыгивает Шторм, Виверну, пытаются зафокусить. Виверна под Грейвом, пока еще живет, приземляется. Будет ли что-то кастовать, ой, как больно, Темпларка тыкает. Минус один, Шторм, Виверни, 30 секунд, Виверна все еще жила. Ой, как носится Сикер здесь, ой, как носится Сикер. Пошла, плюха, смыл, да, есть еще Лина, живая, пошла трэпа по ней. Есть слоу, дикий слоу, Даггер, 7 секунд, Лина Мансит, пошел Юл, ТП-аут есть, надо кастовать. Но уже, походу, не получится. Ох, 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 Темпларка, конечно, разваливает. Трипл хилл совершила криты, и вот там как раз крит прошел по Сикеру, очень больно. Давайте посмотрим это глое, господа. Дэмэджи, опять-таки, 5800 урона внесла там Пларочка. Обратите внимание, заработала больше всех, 1200, но она старалась, конечно же, 1900 в целом заработала команда. Два, вот тут в четыре нам показывает файт-рекап этот самый. 8500 урона внесла команда Тунг-фу. Но вот они фавориты-то немножко сыпятся, 18 на 19 уже счет, и если графики у нас до файта были примерно там окей, терпимы, то сейчас они должны будут скакнуть вверх по экспе там. Ну, в общем, пока непонятно. Пока непонятно, кстати, новый Рошан. Вот, ну, прям через пару секунд появится. А он-то будет еще с одним артефактом замечательным. Трэпа стоит, по таймингу проверяют и ВГП, и Тунг-фу. Ну, понятно, Тунг-фу потому что трэпа стояла, а от ВГП просто залетела ракета. Все-таки считают, считают время китайцы, молодцы. А Легион, я так понимаю, в БКБ выходит. Очень, посмотрите, сейчас сильный сталкер был в сражении. Ну, сильный просто потому что ХП у него много было. Вот, там, 1500, как-то он очень много. И Сикер такие уже плотнички, парни. Так что их, конечно, пробить не так сильно, ну, не так быстро получается. Зачем, говорит Рошан, будут ли врываться? Подожди, здесь очень быстро он упадет. Есть хукшот, успеет ли украсть? Нет. Гирокоптер забирает Аегис, мгновенно погибает Янг. 50 секунд у него будет байбека, нет. Лина здесь еще куда-то сунулась, получает трэпу, запрыгивает за ней. Успевает проюзать ГОС, чтобы заивейдить тычку с Мэлда. Стан по темпларке, пошел Юл. Но здесь уже Легионша, есть Слоу, есть Трэпа. Будет наверняка сейчас еще один даггер, через секунду, да, но уже не достает. Хотя летит ракетка, запрыгивает Шторм. Ну, окей, очень хочет убить. Да уж, слишком сильная. Ну такая прям жесткая. Крипов нет. Смотрите, знаешь, что сделал сталкер. Сейчас не получится, абсолютно все крипы находятся на их стороне. Причем Т2 сейчас, наверное, нет, 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 есть сейф ТП. Пролетает все сюда. Даззл. 15 уровня, Солор Крест, Гриммер Скейп. Он сейвить может очень много. Аегис у Герокоптера, да? Да, еще МКБ есть 1300. Думаю, что Темпларка тоже сейчас потихонечку пойдет в МКБ. Может быть, да. Почему нет? У него, смотрите, 4000 на руках. Шикарно все. Да, тут там у всех много на руках. Вот на Даззл, обратите внимание, 1700. То есть можно и Аганим начинать собирать. Или там, не знаю, ЕУ, Хекс, что угодно. Ну, наверное, какой-то более дешевый артефакт имеет смысл все-таки собрать. С Point Booster, может быть, начать. Он там и ХПшечку добавит. Все-таки у Даззла 1000. Да, он особо не погибает. Он один раз погиб всего лишь особо. Он вообще не погибал на самом-то деле. Так и верно готовится взлетать. Вардецкий поставила. Фортификация. Он опять добыл... Да, слушай, я тоже хотел это сказать. Как так? Как везет так? Там бегает внизу Сикер в своем Шедоу Блэйде. А если Гем? Там же Гем у кого-то был, у Сталкера. Он его потерял или нет? Нет, не потерял. Так, ну вот и что. И Хукшот мимо просвистел. Шторм полетел, поэтому вообще никуда не полетел. Он зацепил там саппортов. Сайленс на Даззли. Даззл будет геймер себя бросать. Дуэль прописали. Сикер. Ой-ой-ой, какая же катастрофа. Просто сейчас Сикер погибнет. Надо байбэк делать. Смотрим на байбэке. У меня нет байбэка. 70 секунд он без байбэка. Типа вот отсюда делает Янку. Налетает. Темпларка. Фуллое. Сыр даже еще не кушала. БКБ не нажимала. Поэтому сторона скорее всего упадет. Под изолятором. Вив никуда. Можно было на своих повесить. Решили, что тут же блинк на ботом. Минус рейнджовый барак. Пошел милишный. Ну 45 секунд без Сикера. Как тут сражаться? Никак. На топе Т2 также отсутствует. Поэтому там можно мувнуться. Ну похоже, что там мега-крипы. Как только Сикер воскреснет, как раз будут мега-крипы к тому моменту. Ничего не получается сейчас у ВГП сделать. Шторм полетел. Но окей, на Виверну. Хорошо. Коги. БКБ прожимает гирокоптер. Темпларка просто разваливает всех с руки. Кого-то кого-то может. И шторма в том числе. Минус шторм, минус все. ГГ. Да уж. Докфайт. Дуэль есть. Докфайт соцепанут. Наверное. Или шторма. Шторма не получилась. Но вот сейчас дотянулись. Да, пошла дуэль. Даззл. Пойжен тач. Минус шторм. Ну теперь вот точно ГГ. ГГ пишет. Вичи гейминг потеншал. И фавориты данной схватки проигрывают. Ну. Кто-то заработал опять-таки. К концу игры уже там плюс 100 дэмэджа было у этого легенера командера. Но в целом, в общем, сыграли неплохо. Тонгфу. Как бы. Были, конечно, ошибки. Но тем не менее. Тем не менее, игру-то они затащили. Даззл вообще 0.1.9 прям шикарно. Как-то так очень аккуратно играл. DDR нигде не погибал. Все просто великолепно. Друзья, мы с вами уйдем сейчас на перерыв. Честно говоря, я не берусь сказать, когда у нас будет следующая игра. Будем надеяться, что не так уж и... А, ну теоретически, вот если по расписанию, она должна быть через 15 минут, насколько я помню. Мы посмотрим, так ли это. В общем, будьте с нами. Будем надеяться. Будем надеяться. Это уже будет группа B, если не ошибаюсь. Перейдем к следующей стадии. Впереди еще три матча. Ну, а сейчас пауза. Надеемся на 15 минут. Продолжение следует...